Всем привет! Если вы хотите узнать много интересных и полезных советов, тогда вы со мной на правильном канале. Однажды кто-то подметил, что если варить бульон очень долго, то он застывает на холоде. Так совершенно случайно получился холодец. А сейчас нам сложно представить праздничный стол без него. Многие просто обожают холодец, ведь он и вкусный, и полезный. Но не все знают, как приготовить холодец, чтобы он хорошо застыл и получился вкусным. Сегодня мы поделимся маленькими премудростями по приготовлению идеального холодца. Итак, как варить холодец? Секреты идеального блюда. Первое. Сначала мясо. Можно сделать холодец из рульки, из говяжьих копыт или хвоста, а можно из курицы. Выбор за тобой. Выбирать мясо можно на твой вкус. Главное, чтобы оно было качественным и свежим. Важен и сам процесс. Перед приготовлением мясо нужно замочить и оставить на 4-6 часов. Этот этап пропускать нельзя. Второе. Варим правильно. Дальше приступаем к варке мяса. Тут важно все сделать правильно. Нужно залить подготовленное мясо водой. Идеальное соотношение воды и мяса 2 к 1. Лучше всего залить мясо холодной водой, тогда бульон будет вкуснее. Первую воду обязательно слей. Это сделает бульон прозрачным и не таким жирным. Третье. Пене здесь не место. После того, как бульон закипит, обязательно сними пену. Через некоторое время проделай это снова. Четвертое. Томиться, а не кипеть. После того, как бульон закипит, его нужно переставить на маленький огонь. Чтобы он не кипел, а томился. Его следует варить 5-6 часов на медленном огне. Тогда это будет то, что нужно. Пятое. Не спеши добавлять соль. Лучше всего добавить соль не в самом начале варки, а под конец. Соль тормозит процесс желирования. А еще велика вероятность пересолить блюдо. Солить нужно так, чтобы холодец казался слегка пересоленым. Иначе в готовом виде он будет пресным. Шестое. Добавим аромат. За 2 часа до готовности в бульон кладут морковь, лук, корень сельдерея и петрушки. А за 40 минут до окончания варки лавровый лист, гвоздику, перец горошком и другие ароматные специи. Здесь есть еще один секрет. Чтобы добавить холодцу золотистого цвета, заверни марлю, луковую шелуху и провари все вместе примерно час. Седьмое. Сделай передышку. Холодец дело довольно хлопотное. Тебе нужно передохнуть, как и холодцу. Тогда снимешь бульон с огня, дай ему настояться минут 20. А уж потом принимайся за дело. Если любишь чеснок, можно добавить, пока бульон будет настаиваться. Восьмое. И снова мясо. Только теперь уже свареное. Извлеки мясо и овощи из бульона при помощи шумовки. Мясо нужно разобрать и нарезать кусочками. Также пригодится и овощи. Морковь можно красиво нарезать и позже использовать в качестве украшений. Девятое. Бульон. Тут есть важный шаг, который важно не пропустить. Бульон нужно процедить через мелкое сито или марлю, сложенную в несколько слоев. Теперь все готово к последнему этапу. Десятое. Украшаем и подаем. В плане украшения холодца можно экспериментировать. Как тебе вздумается? К примеру, можно разлить холодец по красивым формочкам. Получится красиво и необычно. При этом на дно можно положить кусочки овощей, зелень или половину яйца. В целом фантазируем. Затем холодцу нужно время, чтобы застыть. Где-то столько же, сколько ушло на варку бульона. И только после всего этого твой идеальный холодец готов. Если добавить тертый хрен или горчицу, получится просто божественный вкус. С этим несложным советом у всех получится вкусный и ароматный густой холодец. Таким холодцом не стыдно угощать гостей. Теперь все будут спрашивать у тебя рецепт. Ну что же, на этом у меня все. Более детальной информации есть на нашем сайте. Так что подписывайся, раскидывайте это видео вашим друзьям и близким. И конечно же, если вы любите есть холодец так же, как люблю это делать я, с вас пожалуйста лайк. Не забудьте нажать на колокольчик. С вам самого хорошего и приятного аппетита.